В торгово-промышленной палате России прошло организационное заседание Российско-Армянского делового совета. Его открыл глава федеральной палаты Сергей Катырин. В силу ряда обстоятельств, которые складываются сегодня вокруг России, в экономике России, естественно, что первостепенное внимание к нашим коллегам из Евразийского союза, к нашим коллегам, которые были на пространстве СНГ или есть на пространстве СНГ, вполне естественно, что по многим направлениям, со многими странами из них у нас достаточно серьезный рост и товарообороты нашей активности внешнеэкономической. Но у нас достаточно серьезный, по-моему, процентов на 75 вырос товарообороты с Армении. Вполне естественно, что нам захотелось и коллегам захотелось, в первую очередь желание предпринимателей, создать такой совет с тем, чтобы более плотно работать и над разрешением проблем. Заместитель директора 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Сергей Пальтов рассказал о совместной работе в межправительственной комиссии. Сергей Николаевич правильно сказал, что у нас есть такая структура, как межправкомиссия по экономическому сотрудничеству. Она в последний раз была в декабре, 22-23 декабря собиралась. Правда, не вижу людей из бизнеса, которые докладывали проблемы, которые существуют. Но наши два вице-премьера, я имею в виду и Алексей Логович Верчук и Гергорьевич Григориан, очень внимательно выслушивали вместе с министрами. А там были на встрече и министры. Нет, министров не было, были замминистры, первые замминистры. Как раз пытались решить эти вопросы. Ну, в частности, по линии ЮКОЖД, по линии Яндекса, Росатома, МПС. В общем, вот эти компании действительно рассказывали и о своих планах, и о своих проблемах. И мы стараемся, вот и по линии Министерства иностранных дел, и по линии, прежде всего, посольства, Таргпредства, Российского экспортного центра, который очень активно тоже заработал в Армении, другие структуры. И сейчас я надеюсь, что в эту команду вольется и Российско-армянский деловой совет. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов отметил перспективы совместной работы с Российско-армянским деловым советом в гуманитарной сфере. Я от лица руководителя Сотрудничества приветствую создание Российско-армянского делового совета, потому что у нас со страной очень большая интересная повестка именно в гуманитарном сотрудничестве. Это и образовательные проекты, и русские языки, языковые программы, да, и работа соотечественниками, молодежные обмены. И здесь, конечно, поддержка именно со стороны делового сообщества всех этих проектов, она для нас очень много значит. Кандидатуру председателя, генерального директора Вальдберес, членом Российско-армянского делового совета предложил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. Чтобы нам соблюсти все формальности, нужно избрать нашего председателя на общем собрании. Предлагаю утвердить кандидатуру Татьяну Владимировну в качестве председателя Российско-армянского делового совета и прошу за это проголосовать. Против воздержавшейся нет. Принято единогласно. Татьяну Владимировну поздравляем. Избранный председатель Российско-армянского делового совета Татьяна Бакальчук считает, что у этого бизнес-объединения есть хорошее основание для успешного развития. Могу рассказать про наш опыт и почему я считаю, что у нашего совета будет большое будущее. Мы работаем с Арменией относительно недавно, где-то, наверное, несколько лет, но тем не менее, когда мы открылись впервые в Армении, вся компания отметила, что такого стремительного роста, старта у нас не было ни в одной из стран, с которыми мы начали работать. И когда мы смогли предоставить возможность армянским предпринимателям напрямую торговать с нашими потребителями, с нашей страны и с других стран Евразийского союза, мы тоже увидели, что очень большим спросом пользуется армянская продукция. Члены совета разделяют оптимизм своего председателя. Вот что сказал на заседании президент Месьер Групп Мгер Аветисян. И благодаря правительствам России и Армении, торговым промышленным палатам наших стран, а также Министерству экономического развития России, у нас с вами появилась прекрасная возможность укрепить взаимодействие между нашими народами. Наша миссия заключается в оказании помощи субъектам бизнеса, в обеспечении регулярного обмена деловыми контактами, в организации отношений с представителями государственных органов России и Армении в рамках международных встреч, рабочих групп и конференций. Президент Ассоциации Национального объединения организации в сфере технологии информационного моделирования Михаил Викторов убежден, что сотрудничество с российскими компаниями позволит их армянским партнерам сэкономить и время, и деньги. Что немаловажно, вот последние 2-3 года происходит в Российской Федерации, это мощнейшее внедрение IT-составляющей. Поэтому я лично приветствую назначение Татьяны Владимировны, выборы, как одной из ведущих цифровых платформ. Для меня это символично. И, конечно, мы бы хотели предложить, особенно в этом году, в соответствии с планом, вообще те наработки, которые есть у наших IT-холдингов, гикантов, это 1С, Аметист, Нанософт, Ренго, Биместер. Но обычно это минут 5 можно перечислять, это ведущие разработчики, потому что для наших соседей, друзей стран СНГ Евразийского направления очень важно не тратить время на те или иные разработки, ошибки, внедрения, потому что все это в России уже есть. Председатель правления Евразийского инвестиционного агентства Самвел Арутюнян верит в то, что для создания совета сейчас самое время. Считаем создание делового совета нужным и весьма современным решением для обеих сторон. Важно, что экономические связи двух стран демонстрируют тенденцию устойчивого роста. Только за первые 9 месяцев, уже как озвучили предыдущие спикеры, Нарек Теллиан сказал, двухсторонний товарооборот очень сильно вырос, в цифрах немного разница, но цифры рекордные для взаимоотношений двух стран. Товарооборот вырос на 40,5%, составив 1,4 миллиарда долларов за первый квартал 2022 года. А импорт в Россию из Армении увеличился на 66,3%. Это тоже рекордные цифры. В онлайн режиме в обсуждении вопросов взаимодействия предпринимателей наших государств приняли участие заместитель министра экономики Республики Армения Нарек Терян, директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития России Юлия Нестерчук и другие. А после завершения заседания Российско-Армянского делового совета мы взяли интервью у его председателя Татьяны Бакальчук. Татьяна Владимировна, ну прежде всего позвольте поздравить вас с избранием на пост председателя Российско-Армянского делового совета. Скажите, пожалуйста, какие задачи, на ваш взгляд, нужно выполнить в первую очередь, решить в первую очередь? Большое спасибо. Мы, в принципе, уже с коллегами предварительно посмотрели план, какой можно поставить на этот год. Прежде всего, мне кажется, нужно сверить часы, то есть посмотреть, грубо говоря, что коллеги предложили с армянской стороны, что наши предприниматели хотели бы собрать такую обратную связь. Нам кажется, что это самый действенный способ сделать так, чтобы, как называется, сразу перейти от слов к делу, чтобы наш деловой совет начал работать не только на бумаге, но и на деле. Конечно, мы хотим сделать в первую очередь такие, как сказать, представления, так и introductions, то есть, поэтому планируем сделать много поездок, не только как бы в качестве каких-то там, скажем, ярмарок или еще что-то, а, может быть, даже попробовать сначала сделать общую какую-то поездку, посмотреть, так сказать, приглядеться в друг. Но, с другой стороны, здесь можно так, знаете, как сказать, мы же не первый раз как бы знакомы, да, с армянскими коллегами, и поэтому я думаю, что, наверное, будет уже сразу как бы предметные какие-то встречи, вот. Ну, это первое, а второе, соответственно, посмотреть, где какие сейчас возникают препоны, потому что, несмотря на то, что мы находимся, как сказать, в рамках действия таможенного союза, все равно законодательство стран чуть-чуть друг от дружки отличается, и мы вот, в частности, там, от наших предпринимателей слышим, и я думаю, что и по другим отраслям есть какие-то такие, скажем, не то что, ну, как бы замечания, что можно было бы улучшить. Ну, и, несомненно, сейчас у нас же тренд цифровизация, вот, потому что мы все видим, что это очень сильно облегчает работу, убирает риски человеческого фактора, то есть в этом направлении тоже планируем двигаться. У вас есть личный опыт бизнес-общения с армянскими коллегами? Конечно. В чем особенности ведения бизнеса, вот, с этой категории? Да, наверное, у каждого народа есть свои особенности, и в том числе, да, и в бизнесе. Мне кажется, что это такое, знаете, как вот, свойственное армянскому народу радушие, то есть они не на словах, на деле, и действительно искренне, готовы помогать. Они принимают себя, ну, как своего гостя, они очень гордятся своей страной, и все-таки ощущают, что есть какая-то родственность такая между нами, духовная. Ну, неспроста, наверное, поэтому. Как вы вообще оцениваете перспективы работы Совета? Очень позитивно. То есть я очень надеюсь, что это действительно будет приносящий пользу орган, потому что, как коллеги уже сегодня говорили, много разных существует организаций, которые периодически встречаются и решают вопросы на разных уровнях. Казалось бы, зачем нам еще одна такая организация, но мне кажется, что мы, надеюсь, так может, мы надеяны, что мы сможем продвинуться вперед очень сильно, потому что предприниматели – это такие люди, которые, ну, умеют между собой договариваться, а здесь получается, что, грубо говоря, это будет тоже взаимодействие между предпринимателями, просто с обеих сторон им будут помогать и очень быстро реагировать. Поэтому я думаю, что все задачи, которые мы перед собой ставим, надеюсь, что мы их выполним. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!